Российское государство нехило заработало на своих гражданах. Вроде идем верной дорогой, но в обратную сторону. Нашей статистике нельзя верить, разве что только розовые очки одевать. Союз рабочих крестьян и трудовой интеллигенции. Добрый день. Это передача «Народный интерес». Ведущая я, Татьяна Федяева. Сегодня мы разговариваем с Василием Александровичем Мельниченко, председателем Федерального сельсовета. Добрый день, Василий Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте, Василий. Прежде всего, я вас поздравляю с тем, что состоялся чрезвычайный съезд. Действительно, это удивительно, потому что народ приехал со всей России, от Москвы до самых окраин. И люди все небогатые, но нашли силы, возможность приехать вплоть до того, что с Дальнего Востока, чтобы поучаствовать. Ну, у нас на съезд, на самом деле, проходила регистрация, как ныне говорят, онлайн, через интернет, в основном по телефону, через интернет. Но зарегистрировались на съезд желающих было 1600 человек со всех практически регионов России. Ну, во-первых, у нас было ограничено возможности и по залу, и по всему. И мы, конечно, части просто и обратились к ним, и всем сказали, что, знаете, это невозможно, чтобы всем нам съехаться, нет таких у нас пока условий. Мы просим в своих регионах провести такие совещания со своими группами, где те темы, которые поднимает съезд Федерального сельсовета, чрезвычайный съезд «Спасти Российское село», вы поднимите в своих малых городах, селах, деревнях, они все одинаковые, и поговорите, либо поддержите, либо еще лучше что-то нас напишите, сделайте, потому что это все мы обобщим. И так люди решили, что так и будем делать. Это действительно проходит сейчас так, а на съезд приехало 400 человек. Ну, сейчас диаметрально противоположное мнение, одни говорят «Ура, ура, санкции помогают сельскому хозяйству, и у нас сейчас больше стало там молока, сыра, я не знаю, чего-то там еще». Другие говорят, что село все-таки погибает. Где вы? Где-то посередине или ближе к первому или ко второму утверждению? Мы не отрицаем то, что цены поднялись достаточно серьезно на сельскохозяйственную продукцию, в магазинах и все, значит, и анти наши санкции, так сказать, эмбарго на увоз продовольствия, я думаю, помогло. Помогло, наверное, торговле, помогло оптовикам каким-то еще, значит, помогло части агрохолдингов, которые выкачали из карманов потребителей, поедателей, по разным, говорят, подсчетам, как минимум просто 400 миллиардов рублей так взяли, а в общей сложности эффект такой 7 триллионов рублей в течение двух лет вот уже россияне заплатили за антисанкции со своего кармана. То есть это такой эффект. Это единственная положительная сторона для российского государства. То есть российское государство нехило заработало на своих гражданах. Лично я, как житель села Галкинское, как руководитель маленького сельхозпредприятия, не только не получил эффекта, мне стало много чего недоступного. Значит, я теперь не буду иметь хороших семян никогда, потому что отечественных нет, а импортные при таком курсе, так сказать, доллара, как говорят, рубля, значит, вот это невозможно вести. Поэтому вот этот курс импортозамещения, знаете, я это сравниваю как бы с курсом партии и правительства, как раньше было. Вот в целом у нас всегда курс правильный, то курс рубля, то курс импортозамещения, то курс партии, правительства, он в целом, точнее, верный, да, но неправильный. Верный, но не туда. Но неправильный, да. Вот вроде идем верной дорогой, но в обратную сторону. Конечно, непродуманно это все было сделано. Конечно, не надо было делать. Просто агрохолдинги были в таком состоянии, в таком состоянии наши агрохолдинги, что 13-й год для них был, по сути дела, рубежом. Они все были в предбанкротном состоянии. Вот все те миллиарды рублей, влитые государством в создание семейных агрохолдингов, вот, значит, людей приближенных к власти, членов Совета Федерации, владельцев, депутатов Госдумы и так дальше, которые таким образом зарабатывали через осваивание бюджета, вот, значит, никто же не построил на частные инвестиции. Такого у нас примера нет. Потом эти агрохолдинги забрали все деньги, которые выделяться должны были через Министерство сельского хозяйства. Это же Министерство тоже не отрицает, что львиную долю забирает агрохолдинги всех субсидий и дотаций. Но такое правило у нас, вот, к сожалению. На что мы на съезде обратили внимание, что, мы же ведь говорили, что есть поручение президента по развитию сельских территорий и все. Я об этом тоже говорил и напоминаю всем, что здесь ни одного слова в поручениях президента не написано про агрохолдинги. Здесь в поручениях президента четко указано развитие сельских территорий. Не просто сельского хозяйства, а сельских территорий. Здесь через каждую строчку прописано, что сделать и кому, и кто ответственный. Это имеется в виду майские указы, да? Нет, это отдельные поручения президента от 6 мая 2014 года. В связи как раз вот с импортозамещением, да, были специально разработаны получения президента для того, что сделать губернаторам, что сделать министрам, что сделать Центробанку и банкам для того, чтобы у нас это получилось. И чтобы наши граждане, вот значит, могли, могли бы, Россия должна оперативно заполнить продовольственный рынок своей продукцией, чтобы снизить цены и снять социально напряженных. Владимир Владимирович Путин, он такие дал поручения. Мы после исполнения его поручений пошли в магазин и увидели, что в два раза цены, продукция, если не хуже, то точно та же осталась. И ничего никто ничем не заместил. Потому что мы, в принципе, не могли нарастить вот за это время, кроме какой-то курицы. Ну, увы, даже если... Ну, понятно, курица несколько месяцев и курица... Да и это, в общем-то, все, будем говорить так, одни приписки, значит, все. Нашей статистике нельзя верить, разве что только розовые очки одевать. Вчера прозвучали очень интересные цифры, как раз насчет агрохолдингов, что почти все деньги, которые предназначались на развитие сельского хозяйства... 92% Пошли на эти самые агрохолдинги. Да, и все годы. И все годы, да? Вот эти последние годы, когда началась эта эпидемия агрохолдингов, это убийцы сельских территорий России, просто убийцы. А, ну я понимаю так, агрохолдинг, строится какое-то огромное предприятие, много работников не нужно, там надо 5 человек или 5-10 человек максимум, да? В очистных сооружении, в связи с тем, что у нас все можно делать в России и ничего, так что ни за что не отвечать, не строятся очистные сооружения и встает экологическая, так сказать, катастрофа в окрестностях этого города. Особенно свиноподства, птицы и свиньи, да, это ужас просто для людей, ужас. Так, но с другой стороны, есть местная власть, которая к этому относится, ну как бы скажем так, шлоярно. Ну, это поразительно, да, я не знаю, как можно уговорить местную власть, вот у меня строился тоже такой же комплекс. Но не у вас, а на вашей территории где-то? Ну, в районе, в районе, у нас вот, в Камышловском районе. Так вот, на тех землях, где как раз я промежевал, именно было запланировано. Но если я был против, то никто и на моих землях не построил этот комплекс. Значит, строят там, где не против, где подписывают и дают. И я просто бы хотел сказать всем населению и к России обратиться, что ни одно здание, ни одна нефтяная скважина, ни один карьер без ведома местной власти, законодательной и исполнительной, не действует, не строится. Нельзя получить разрешение на строительство, нельзя подписать вот проект без согласования с местными властями. Каково такое-то мнение? То ли договариваются, то ли обещают несбыточные мечты для района, и те в безвыходности надеются, что, может, какие-то деньги будут дают. То ли взятки берут. Но однозначно это не в интересах населения этих территорий делается. Ну, известно, что если ты хочешь что-то сделать, вовсе не обязательно идти к каждому жителю территории, постарайся купить, заинтересовать, скажем так, аккуратно, заинтересовать главу. Ну, еще же, видите, как должно быть слушание общественного мнения. Да. К сожалению, у нас в России сделали так, что общественное мнение, это мнение тех, кого не спрашивают, в общем-то, да, если так взять. Но и общественное мнение... А если скажут, то их не услышат. ...залиповое делают. Понимаете, никогда не собирали вот именно то общественное мнение, где должно быть хотя бы 20-30% населения. На самом деле сход бы 70% пришел, и как сход решил, так бы и было. Даже депутаты, и никто не может отменить решение схода. Это высшая власть на этой территории. Это невозможно отменить. Ни судом, ни чем. Вы же не отменили, потому что это решение, конкретно касающееся территорий. И не может государственная власть даже уменьшаться в это дело. И не может отменить, не имеет права по конституции. Местное самоуправление отделено государством. Конечно, оно отделено, и не может этого быть, да. То бишь, если бы население, наши граждане пожелали действительно управлять своими территориями, это реально в сегодняшнем законодательном поле не плакаться ничего, осуществить народную власть. Ну, вы же понимаете, на общественных началах можно только кошку выгуливать. Смотрите, если у местного самоуправления денег не остается ни на что, то все забирает региональная власть, федеральная власть, то, извините, какая власть, если у тебя нет средств? Таня, вы сказали сакральное слово. Ну, вы же понимаете? И на этом все заканчивается. Заканчивается народовласть, заканчивается народная инициатива, заканчивается много чего. Я бы просто даже зачитаю, вот маленькое такое, да, вот, значит, то, что мы готовили на съезде, очень кратенько, вот. Общество любой страны, это тезис моего доклада, я их по-другому читал, потому что невозможно было столько прочитать, общество любой страны на любом краю света получает гарантированные возможности собственного экономического и духовного развития только в том случае, если все его жители равны перед законом и обладают собственностью, как по Конституции. Все, недра и все принадлежит кому у нас? Ну, без ответа. Вам фамилии называть? Или мы все-таки как по Конституции? Общенародная собственность. Но у нас просто, видимо, в список народа записали очень мало людей, вот почему-то. Реализация этих условий на принципах самоуправления формирует основы гражданского общества, в котором все граждане чувствуют себя социально-экономически и политически свободными, что является надежной гарантией будущего детей и внуков всего населения страны. Вот сейчас такой чисто практический вопрос. Смотрите, приехали на этот съезд люди, у кого-то личное подсобное хозяйство, у кого-то небольшая ферма. Куда они ехали? Они ехали не к власти, они ехали не в Минсельхоз, не к президенту, они ехали к таким же людям. То есть это чрезвычайный сельский совет. Чрезвычайный. На что надеются эти люди? Власть их не слышит. Власть на этот сельский совет, по сути, не пришла. Если пришла, то она сидела скорее, ну я предполагаю, что она была... Нет, была исполнительная власть, была законодательная, в разных уровнях все было. Да, да. Депутатов было много, вот, знаешь, вот и в Московской области депутаты, и регионов депутаты были. Да, но не верхняя власть. Давайте, вот, не верхняя власть, это первая. От которой, говорят, все зависит. Да, а второе, эти люди, которые приехали, ну там даже какая-то исполнительная власть, даже была, я догадываюсь, федеральная, но они сидели тише воды, ниже травы. Они не встали, они не сказали, что мы отвечаем за это, мы за то, и вообще люди, кому-то они обращались. И по сути получается так, что они обращались сами к себе. А вы обратите внимание, не столько сами к себе, люди высказывали свое, в первую очередь, мнение о чрезвычайности, вот, о немедленности изменения аграрно-промышленной политики. Не в моготу. Не в моготу, все говорили. Не в моготу. И говорили о том, как закрываются школы, говорили о том, как... Именно так, именно так. И главное, что по всей стране, все одно и то же. По всей стране, да, это. То происходят вот события, которые, кажется, уже не имеют управляемости. Потому что звучало, как вы слышали тоже на съезде, что существует ли график этот, по которому закрывают школы, больницы, детские сады, вот, значит, и все то, что необходимо для жизни. Вроде как бы не существует какого-то реального, официального. И вопрос встает так вот, что, а что, уже и без графика это делается? То есть, это что, анархия? У нас вообще теперь неуправляемые территории. Что, само по себе закрывается? Вот просто сегодня министр образования какой-нибудь области встал, сидит себе и думает, так, где бы закрыть школу сегодня? Так выходит, да? О, в этом селе еще есть школа. Давай закроем. Все, закрыли, значит, считайте, все, закрывается там все абсолютно. И последнее любое производство, которое там вдруг неожиданно существует, оно вынуждено будет закрыться, так как перспектив каких-либо развития для людей, живущих там, особенно для молодых людей, это же, знаете, это какой-то такой аборт. Своих граждан государства делать выкидыши, вот, значит, государственные выкидыши, полностью мы получаем, миллионы сельских молодых людей, девушек и мальчиков, которые заканчивают школу, не имеют перспективы. Потому что, где наше бесплатное образование? А мы в институт уже будем поступать, на что денег хватит. Не на то, что у меня талант есть или нет, и мы за борт выкидываем сотни, тысячи талантливых людей, тех самых писателей, инженеров, изыскателей, космонавтов, исследователей всевозможных, да, и политиков тоже талантливых мы выкидываем. Потому что они сегодня замерзают в оврагах, пьянин, угаре, замерзают в своих хибарах, там, деревнях, вот, знаешь, вот, просто они кончаются, там, толпами молодые люди ходят по селам и деревням ни одного рабочего места. Зато холдинг. Да, и зато мы только слышим, по гектару будем давать земли, так, по-моему, для человека, чтобы умереть, и два квадратных метра хватит. Чего же вы ему целый гектар, чтобы он там похоронился, даете, то ведь вот зачем такие растраты для государства? Значит, я считаю, что здесь, конечно, под дых прямо дают, вот, значит, денег достаточно. Я всегда говорил... А, кстати, насчет денег, буквально... В государстве, в нашем государстве, я считаю, значит, вот, денег, продовольствия, всякой одежды и всего полно, много, хватает. Но не всем достается. А вот недавно, 90 миллиардов Чубайсу, как вам это нравится? И 7 миллиардов на сельское хозяйство. Да, я не имею подтверждения того, что Владимир Владимирович Путин подписал эти деньги, 90 миллиардов на Роснану, но если это так, вы знаете, это практически хищение денежных средств из бюджета. Потому что за период работы Роснану, кроме как проедания, растраты федерального бюджета, ничего не происходило. И счетная палата, и остальные все источники говорят, деньги просто воруют, вот, проедают, сами себе выплачивают. Такое узаконенное воровство это Роснана получилось. Ни единого ничего не создано в Роснану. Там оказалось никого нету, в которых слово интеллект что-то для них говорит. Видимо, в этом Роснану думают, что это какой-то новый сорт керамической плитки. Нет интеллекта совершенно. Ну, я вот здесь судить не буду, но вот соотношение этих цифр, 7 миллиардов на сельское хозяйство и 90... Ну, вообще-то это дополнительных, 7 миллиардов. Ну, допустим, и дополнительных 90 дали, да? Да, вот, вот. Ну, во-первых, сельское хозяйство у нас финансируется по принципу остаточности, как примерно образование и медицина. Каково, будем говорить, отношение государства к медицине, к образованию, к сельскому хозяйству? Такое это и сельское хозяйство есть. Однозначно. Если оно не нужно, то его и не будет. Соотношение не в нашу пользу. Это очень мало. Еще три года назад, совместно с Российской академией сельского хозяйства, Федеральный сельсовет движения, в том числе, так сказать, и КГИ, мы, Комитет гражданской инициативы Кудрина, совместно считали, пробовали, эксперты разные писали, а сколько надо, это как раз то, чем никто не занимается у нас. Планирование какое-то. Сколько же надо все-таки, чтобы мы смогли встать на уровень устойчивого развития и остановить деградацию территории и девальвацию своих граждан. У нас же ведь не девальвация денег происходит, а девальвация населения всего полностью. Так вот, мы тогда считали, это же когда были рубли, еще те, которые долларом все-таки 30 рублей стоил, да? Мы тогда считали, что для полноценного развития необходимо на 5 лет хотя бы по 800 миллиардов рублей. Тогда 137-140 давали еще, значит, вот, то это считалось, что этого хватит, вот, как бы больше не давали. То есть в 4 раза, как минимум, в 5 раз меньше выделялось тогда, чем необходимо. Сейчас этот разрыв где-то в 10 раз. Кто-то, выступая, сказал, что если поделить деньги, которые на развитие сельского хозяйства предлагаются, то на ферму придется по 9 тысяч в год. Это да, это, мне кажется, Грудинин сказал, или фермер из Смоленской области. По-моему, из Смоленской области. А, конечно, если те деньги, что выделяют, вот, значит, все, то на каждого гражданина, может быть, там попадет по копеек 90-м. И развивайся. Да, да, по 900 рублей, все правильно сказали. И развивайся, то есть это вот такая. Я вам скажу, что если мы возьмем ремонт только, ну, производство, которое сейчас проходит в Москве, там плитки заменяют и тому подобное, здесь значительно больше денег тратится на такую маленькую территорию. Вот смотрите, мы сейчас констатируем, как все плохо, но собрался съезд ведь не для того, чтобы... Не только, да, мы же ведь не говорили, что это плохо, потому что мы, кстати, и начали свои все выступления, это уже как бы народ, когда обсуждал, что говорил, как плохо, это эксперты выступали, все, да. Вы заметьте, что основные докладчики, которые были, предлагали развитие. Да. Предлагали развитие, они говорили, да, да, там что есть, то есть, но вот так, если мы сделаем, то Новосибирская область, в принципе, на тех ресурсах, которые есть, она все нормально встает, начинает работать, получаем развитие, ликвидируем безработицу, которой, в принципе, в России не должно быть. Обратите внимание, говорил так и представитель Иркутской области, говорил так представитель Смоленска, говорил Архангельска, все абсолютно говорят, но почему не слышит власть? Ну, я не знаю, может быть, нет смысла апеллировать к той власти, которая не слышит собственный народ. Но, что дальше? Вот собрался съезд, все это разложили по полочкам. Я еще раз, что власть неисполнительная, высшая власть федеральная, неисполнительная, незаконодательная, не, прошу прощения, даже судебная, но пришла бы, да посмотрела, прокурор бы сказал, вот нарушения такие. Вы помните советское время, когда вот были такого рода совещания, всегда присутствовал в том числе и прокурор? А? И говорил, а это вот законно, а это незаконно, это давайте сделаем. А сейчас нельзя прокурору присутствовать вмешательству в предпринимательскую деятельность там главы или другого третьего десятого, или любого бандита, нельзя вмешиваться. Так, ну ладно, и все-таки состоялся съезд, что дальше? Ну, кроме того, что опять... Наша цель. Вы знаете, мы не можем сказать, что мы людей призываем, допустим, на какие-то, ну, будем говорить, революционные действия или что. Да, спасаться надо. Спасаться надо. Мы находимся, ну, в таких тисках, что нас уничтожают. Нас просто уничтожают. Уничтожают. Война объявлена собственному народу. Вы говорите, вы используете безличную такую форму, нас уничтожают, а кто это уничтожает? Вы сейчас напоминаете мне одного депутата из Единой России, который говорит, мы оккупированы. Я говорю, ну, скажи, кто оккупант. Нас уничтожает, никак не Америка, допустим, не Иран, там, или Ливан, или кто-то другим. Уничтожая производство, производственную деятельность в стране, ликвидируя больницы и школы, это означает, мы обязательно работаем против своего населения. То есть, наша власть, российская, четко направлена в свою всю деятельность против российского народа. Этими своими действиями. Они наносят нам непоправимый ущерб, в том числе и убийство, и самоубийство. Тоже на этой почве, ведь, получается, доведение до самоубийства, это тоже преступление на самом деле. Так вот, мы предлагаем власти, мы понимаем, что мы завтра же не пойдем сюда, там, толпами ходить, чего кричать. Да, мы предлагаем, что. Мы понимаем, что, допустим, Министерство сельского хозяйства у нас есть. Но его задача произвести просто продовольствие. Есть Министерство здравоохранения. Какая его задача, мы не знаем толком, но вроде как лечить. И чем меньше будет народа, тем проще им выполнить, вот, значит, некого лечить, все хорошо. Ну, так же и с образованием, и со всеми. Так же само со всеми, да. И мы говорим, что если у вас что-то не получается, вот мы, вот смотрите, на этом съезде, как минимум 30 мужиков, которые говорили, я знаю, как делать, вот оно, я готов взяться за это дело. Мы готовы выполнить, и мотив-то съезда и был таков, что мы готовы сформировать, вот, центр, готовы уйти под президента, так сказать, потому что, ну, как бы не было наш президент, вот. И пока что так устроено наше общество, им хочется, чтобы только всем правил национальный лидер, они больше никому не верят, ничему и никак. Если это так, мы готовы уйти под президента, создав такой центр в президенте, агентство, я назовите, как хотите, для координации действий и для работы. Эти люди готовы взять на себя обязанности. Ну, то есть есть министерство одно, есть советы и так далее. Ну, смотри, Степанов выступает, значит, вот, Глеб Тюрин выступает, вот, значит, Бабкин выступает. Это те люди, которые не отрицают своей ответственности, говорят, да, мы готовы, мы знаем, как делать, вот в этом деле я все выполню и обеспечим в течение такого-то времени, 3-4 года, мы выполним, мы выполним главное поручение президента Российской Федерации и будет реализована доктрина продовольственной безопасности. Вы помните притчу о двух императорах? Один говорит, слушай, парень, вот почему у меня все шумят, все волнуются, то революции, то стреляют, то еще, а второй говорит, а у меня все тихо. Он говорит, а как ты этого добиваешься? Он говорит, да пойдем в поле, я тебе покажу. Идут в поле, а он говорит, а что ты с собой ничего не взял? А он говорит, да нет, вот у меня ножницы есть. Идет по полю, и вот колосок повыше, он ему чпок, отрезал колосок, чпок, отрезал еще колосок. Все ровненько. Все ровненько, и поле стоит ровненько, невысокое, не сказать, что он очень урожайное, но тихое, ровное и тихое поле. Но мы же напоминаем сегодня именно такую ровную страну, не тихую, правда, пока, но ровную, ровную, равную страну в своей, так сказать, ну, я бы даже так сказать, в своей отсталости. Мы же действительно встаем отсталой страной при всем том, что мы теряем чудовищные цифры. По этим показателям мы идем за Габоном, по этим показателям за Эфиопией, и так далее, и так далее. Я знаю, что, как бы, дает надежду, что мы можем договориться с властью, начинать работать. Вот, смотрите, заседание платформы, либеральной платформы партии «Единая Россия». Те люди, которые еще 2-3 года ратовали за агрохолдинги и кричали, что только они спасут, смотрели, как пишут, что насчет агрохолдингов была совершена ошибка. В Центр была поставлена экономическая эффективность, а кто дает эффективность? Интегрированная агрохолдинга. А это кто говорит? Это говорит Валерий Фадеев, член Полицовета. Ага, то есть разворот произошел уже? Ну, наверное, будем говорить так, не разворот, жизнь доказала ошибочность тех действий. И я думаю, что с такими людьми, как Полярий Фадеев, можно договориться. И он имеет тоже свое мнение. Слушайте, ну вот опять я к народной мудрости. Акуля, по что шьешь, не оттуля. Акуля говорит, а я еще пороть буду. И вот мы шьем и порем. Сначала мы делаем агрохолдинги, кто-то намывает там деньги. Потом мы опять, а деньги-то ведь это не откуда-то, это же наши деньги. Это деньги тех самых доярок, тех самых людей, которые замерзали потом. Вы знаете, есть такое понимание, как текущий момент. А что теперь, крестьяна, мне использовать текущий момент или как? Я лично считаю, что мы просто, Федеральный сельсовет и предлагает использовать текущий момент для того, чтобы все силы приложить и повернуть совершенно аграрно-промышленную политику. Я думаю, что когда сейчас наша редакционная комиссия работает 2-3 дня, и у нас будут хорошо сделаны документы по решению съезда, мы приложим те наши предложения, мы дадим эту огласку во всех эфирах, какие только возможно, прессе и все для населения. Мы ведь в первую очередь обращаемся. Мы народ. Мы знаем, как нам делать надо. Мы так хотим жить вот, мы вот так просим делать всех, чтобы все так делали. Но вы думаете услышать? Если народ услышит, если народ... А, надо, чтобы народ сначала услышал. Да, я считаю так, что в первую очередь народ должен понять, что мы, ну, не безнадежны, что у нас есть люди, умеющие и знающие, те самые инженера, те самые летчики, те самые трактористы, механизаторы, агрономы, конструкторы и так дальше, которые могут действительно создавать экономику России. И я думаю, что в этом случае правительству не отвертеться, вот никак. И будут изменения какие-то будут. А вы что думаете? Мы первую посевную проводим, что? Дерьмо посеем, дерьмо будем собирать. Вы слышали вчера, какие данные у нас по нашим достижениям в сельском хозяйстве? При том, что мы там 30 миллионов продаем или еще чего-то, у нас урожайность одна из самых низких в мире. Наша эффективность, вот, значит, наша производительность труда никуда не годится. А какая она будет у меня, производительность труда, если у меня самый новый трактор, вот, знаешь, вот, 78-го года, да? А кредитов нету и не будет. А поручение опять, возвращаемся к поручениям президента. Знаете, это сакрально уже стало для меня, действительно, да? А здесь на Биулиной было дано поручение. Банковская вся система должна дойти до последней деревни, и все было объяснено людям, чтобы они получили только льготные кредиты. Настоящие, увы. Ну, ответила на Биулина за то, что это не упало? За на Биулину ответил Костин, директор ВДБ, да? Он сказал, хрен вам, так сказать, на шею всем. Вот, никаких кредитов малому бизнесу и всем не должно быть даже. Ну, а мне кажется, что можно процитировать еще одно распоряжение, внутреннего распоряжения банка. Ростсельхозбанка, по-моему, да, нет? Нет, там банк Убрир, это да, но они всех в них одинаковые, что сельское хозяйство в них приравнено к торговле наркотиком. То есть это рискованное? Да, это какое рискованное? Это преступная деятельность. Не просто рискованное, а преступная деятельность. Ну, если наркотики у нас разве рисковые? Я так понимаю, что это преступная деятельность. Торговля оружием, это же тоже... То есть нельзя финансировать торговлю оружием, нельзя наркотики и сельское хозяйство. Поэтому на что мы надеемся, на какие это деньги? Мы же понимаем, что те самые субсидии, это на кредиты. А кому кредиты получат? Мира Торги, Юг России, вот там, где хозяева министры, братья, сестры министров, там, директоров всевозможных, свежего, спромовцев и тому подобное. Они получат и субсидии, сами себе все выдадут и сами себе... Мы повторяемся, конечно, что нам говорят. Вы уверены, что в этом году удастся выйти из этой ситуации? Понятно, что сейчас приближаются выборы. И каждый чиновник, каждый депутат постарается показаться народу хорошим. И даже та партия, которую вчера свистали, правящая партия, весь зал свистел, что первое, что надо сделать, разогнать эту партию. Вы знаете, допекло, что называется. Даже слово «Единая Россия» воспринимается очень... Ну, а вы что хотите, если они вот уже 23-го или 24-го февраля приняли закон, вот, значит, вот, где налог, вот, значит, вот, ни за что, вот, и штраф, а какая разница за что? Это поподробнее, пожалуйста. А почему поподробнее? Приняли закон о повышении акцизов на дизельное топливо и на бензин, вот, то есть, вот, здрасте. Президент говорит, что надо понизить, чтобы доступность была. Они говорят, о, точно, мы сейчас его немножко и раз нам, и повысили. А то есть, вот вы, например, берете дизельное топливо для того, чтобы, ну, не трактор там ходил где-то, а чтобы использовать... Даже будем говорить сушить зерно. Сушить зерно. Мы платим дорожный акцесс, даже за сушку зерна. Это несправедливый, будем говорить, это незаконно. Да, он не просто несправедливый, а хамский. Да, он хамский, он вообще не касается производства того, да, там нету логики никакой. Комбайн собирает на полях ездить, трактор пашет на полях, вот, но дизельное топливо, мы другого топлива же не используем, кроме дизельного, на эти дела, да. Да, 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 да. А это, фактически, еще один налог на сельское хозяйство. А то еще один Платон. Платон. Да. Кстати, вчера выступал этот представитель Платона, и он сказал так, вот с нами так поступили, с вами так поступят, и со следующей какой-то организации, со следующей отраслью поступят точно так же. То есть, по одиночке всех очень легко, как бы, отступить. Вообще-то, вообще-то, я вам скажу, что в Конституции написано, что единственным источником власти в Российской Федерации является ее национальный народ. Так вот, вчера этот народ выступал и пытался уяснить, так кто пьет кровь с этого источника, то ведь выходит, что пьют действительно так называемые олигархи, это окружение тех же провластных структур. А не думали вы о том, что каждого кандидата в депутаты, который будет, или какую-то партию проверять, ну есть же такая проверка на вшивость, да? Вот как ты отнесешься к развитию сельской территории? Что ты сделал уже? Не то, что ты завтра нам сказки расскажешь, а что ты вообще по жизни делал? И все, все будет ясно. Потому что, если исчезает деревня, значит, исчезает Россия. Я думаю, что в нашей России сейчас, вот, значит, такими мерами не ограничиться. Надо какую-то клятву и подготовку депутата к такой деятельности делать. Кровь ее. Если я целен всем, то, ну, например, клеймо ставить на лоб, такое, Таврова, значит, вот, чтобы все видели, что это депутат, вот, значит, вот, все, то есть, ему можно брать взятки, допустим, ему можно воровать или еще чего-то. То есть, все, государственный клеймо должно быть, и чтобы он с ним ходил, вот, значит, вот, значит, вот, и когда он будет... Да, и когда он будет попытаться потом в рай попасть, чтобы там тоже не ошиблись, не ошиблись, сразу видели, меченый, вот, знаешь, все, то есть, вот, так вот. Как-то. Да, к сожалению, так сложилось, что власть воспринимается нечестно у нас. То есть, люди сразу относятся негативно к властным структурам, и это постоянно почему-то было. При том, что эти же люди их избирали только вчера. Это непонятно. При том, что они позавчера были тоже очень хорошим народом, так сказать, вот. Система никуда не годится, надо менять вообще отношения. Я думаю, что президенту необходимо просто сегодня принять такое решение, честное решение, как мужика настоящего русского человека, да, мужика русского. Это 10 человек должно быть очень честных. А где их зим-то? Ну, я думаю, в России, если у него есть затруднения, федеральный сельсовет ему предложит таких, которые дадут клятву, смертную клятву, что 5 лет подряд вообще не будут воровать. Хотя бы 5 лет. Хотя бы 5 лет. А там что на 6 лет? Достаточно окружения 10 человек, вот, ну, ключевых фигур, будем говорить, для того, чтобы в России стал порядок. Ну, вот появятся эти люди, а тут появится прокурор, скажет, что это незаконно, нельзя такие клятвы давать. Или что угодно может быть. Значит, и прокурор в первую очередь будет давать такую клятву. Сразу тут же, знаешь. Ну, вообще, на самом деле, в процентном отношении сельских жителей пока еще столько. Очень много. 27 процентов. Это много. Если бы сельские жители хотели действительно иметь свою политическую силу для защиты своих интересов, им ничего не стоит перекроить, вот, значит, власть России. Ничего не стоит. Та партия, которая сможет докричаться до нас, до крестьян, может завтра стать лидирующей правящей партией. Потому что у нас может 20 миллионов 30 пойти на выборы. А если вы сюда еще причислите малые города, которые чуть не в лучшем положении, чем вот те самые села и деревни, их точно так же уничтожают, ликвидируют и куда не вытаскивают. Как те же колоски. Абсолютно так, да. То тогда у нас абсолютное большинство. Но надо только людям определиться, что они хотят видеть конкретно своих людей. И тоже какую-то клятву брать еще на период перехода, как говорится, из будущего в прошлое. Чтобы все знали, что вот этот отрезок времени, значит, очень ответственный. То есть мы уже подошли к часу Х, за которым либо пустота, либо... Ну, Россия не раз подходила к такому часу Х. И мое абсолютное убеждение, что из любого, даже практически безвыходного положения, Россия всегда выходила на плечах, будем говорить, своего трудового народа. И трудовые руки, трудовая интеллигенция, союз рабочих и крестьян всегда ее вытягивали, всегда делали так, как надо. Даже купцы иногда помогали, тот же там мини с пожарским каким-то ходили, все нормально было. Все сделали, и мы даже гордимся до сих пор этими людьми, что вот так надо делать. То есть мы с вами сейчас говорим то, что мы с вами за союз рабочего класса и крестьянство. За союз, значит, вот рабочего класса, союз рабочих и крестьян и трудовой интеллигенции. Принтеллигенции, естественно. Это те, кто создает ВВП. Это те, кто есть опора к государству всегда, они созидатели, они должны сделать. Но нам надо стать такими. Нам надо действительно такими стать и сказать, это мы это все делаем. Это мы создаем все. А тут вот, допустим, я приведу слова, очень умные слова. Я считаю, что, почему мы и говорили о том, что, а вы знаете, есть какая-то изюминка в Сергею Борисовичу Ивановичу, главе администрации и президенту. Только долго эту булочку ковырять надо. Ну да, ну есть ведь, да, он говорит. А что такое житель Москвы? Это понятие условное, да? Это дворники, водители, офисный планктон, журналисты, чиновники, сфера обслуживания и торговли. В крайнем случае блогеры. Что эта 20-миллионная масса производит? Ровным счетом ничего. Ну и что? Ну и сказал. Что дальше? Если интеллектуальная собственность, то вопрос сомнительный. Вы знаете, я думаю, что наоборот она вредна, это интеллектуалы, которые производит Москва сегодня. А возьмите Новосибирск. Там производят высокотехнологические продукты, самолеты. Там производят валовый национальный продукт, с которого платятся налоги и живет вся Россия. Вот если так политики будут мыслить, как у Фадеева, Виванова и в этой нашей сборничке, остальные умные мысли собраны. И вы знаете, что здесь поразительно для многих политиков, что здесь и либералы, и красные, и белые, и зеленые даже вот есть, да? Да, вот знаешь, вот тут и все остальные, да? Но я абсолютно уверен, что если мы, ну по-русски говоря, не разуем глаза, а будем там сердцем голосовать, еще чем-то, вот значит, все ковыряться, так сказать, да? То победят, пусть не думая, победят не левые и победят не правые. Победят на выборах богатые. Поэтому будьте бдительны, россияне, все очень бдительны. На все вызовы ответ федеральный сельсовет. Вот только ориентировать тех идей, которые федеральный сельсовет озвучил. Честность, равенство, свобода, доброта и созидание. Работа, работа и работа. Мы должны стать красивой страной. Спасибо. У нас в гостях Василий Мельниченко, председатель Федерального сельского совета. Продолжение следует...